Так, действительно, и суды Линча у нас тоже отбываются. Она назвала клич «Слава Украине нацистским» и сразу же поплатилась за это. Харьковчанку Елену Бабкову уволили с работы и затравили в соцсетях так, что сейчас девушки страшно выходить на улицу. Все это после одного комментария на камеру во время парада вышиванок, посвященного образованию дивизии СС Галичина. Появляется, у нас відбувся суд Линча. Ну, мне кажется, что суд Линча происходит где-то иначе. И взагалі, сравнительно с тем, что творят окупанты на наших территориях, это взагалі не суд Линча. Но, конечно, про пану Бабкову, которая стала известной всем украинцям и поповнила нашу коллекцию дуреб, которые сначала неважно говорят с украинцами, а потом, когда получают коллективный плювок, записывают в видеозвернение с вибаченными. Цего тижня у нас така коллекция снова поповнилася. И я снова с этого привода не тишуся, потому что мне кажется, что або немае достаточно разголошу для того, чтобы клювдии не открывали свои клюви и не говорили дурници, за которыми нужно обидеться, або это просто какой-то флешмоб начался. И щотижня мы теперь матимем новую, новую дуребу, которая будет выголошивать, как она неважает украинцев в Украине, и как она не хочет иметь с ними ничего общего. Потому что, когда ты говоришь про людей в таком зневажливом томе, то ты действительно с ними не хочешь ничего общего иметь. Сначала ей было смешно, но потом стало не очень смешно, потому что нужно было записывать в видеовибачене и рассказать, что она на самом деле не думала и не хотела называть украинцев. Вы считаете ли вы этот парад, парад бидла? Отчасти да. Отчасти да. Это действительно необразованные люди, которым ничего не делали. Большинство своя. Действительно необразованные люди, и бидла, и взагалі люди, которые выходят в День вишиванки и святкувать ее разом с другими людьми, это люди, которым просто нет что делать. У меня вопрос, что делала эта женщина, яка коментировала это. Навіщо вона вийшла? В чом ее функционал? Чим вона таким величезным способом для себя в голове відрізнялася від тех, кто вийшов для того, чтобы пойти на марш вишиванок и пройтися просто, показать свои вишиванки и, ну, заимняться социализацией. Вона стояла сбоку и рассказала, что все удобно. Я думаю, может, вона подавилася Рагулі, может, она так подавилася, о, типа, есть такая телка в интернете, и вона така бере, разбирая историю и говорит, что все вокруг Рагулі, и вона популярна. У нея есть там 110 тысяч подписчиков. Дякую вас, до речи, за то, что у вас уже 110 тысяч. И вона собі вирішила тоже сделать такую карьеру. Натомість, ви знаете, у таком випадку максимально твоя карьера може сягнути того, что тебе покажут у ДНРських новинах. Все. Це пік. На этой неделе девушку вынудили записать видео с извинениями. Так что украинский суд Линча в действии. Я обещаю, что больше не повторится. Я ценю культуру нашей страны. Вона цінить культуру нашей страны. И мне очень нравится, как эти люди говорят про Украину, как наша страна, эта страна, я гражданин этой страны. Я не про эту дурьбу в данном контексте, а про то, что вот эта страна какая-то. Страна UA. Это не я люблю Украину, я украинка. Я гражданка. Я люблю эту страну. И это очень показовый момент. То есть, когда вы стикаетесь с человеком, который уникает того, чтобы назвать Украину Украину, а говорить такими фразами, або уникает того, чтобы назвать себя Украинцем, или Украинкой, а называет себя и снова таки. Не в этом контексте. Я просто сгадую очень много подобных примеров. А говорить, да, я гражданин Украины, то на самом деле, скорее всего за все, это даже и не гражданин. Потому что есть украинцы, а есть не граждани. И когда человек себя назначает как гражданин, и не назначает себя как украинец, то мы уже понимаем, что с Украиной он все повязывать не может, и он это означает просто как, ну, такую особину, которая тут раптом десь чого-то приклеилась тимчасово, и ждет, пока тут снова будет один Великий Радянский Союз. И вы пишете, что Буткевич ее разобрал, что она эскортняться, и Стернемко ее разобрал, что она эскортняться. Но, на самом деле, вы знаете, кто чем зарабатывает, то и хорошо. Она, в принципе, никому погано не робит. На самом деле, мне кажется, что если она там раздягается на камеру десь и таким чином зарабатывает деньги, то, возможно, это то, что у нее наиболее лучше выходить. И она, хай таким чином, дарует счастье людям, но не ходит со своим хавильником по улицам и не рассказывает, какие украинцы битло и что им нужно делать. Ну, то есть, на самом деле, если, ну, типа, я не понимаю, почему засудить ее за тот способ единственный, в котором она может нормально заработать деньги. То есть, ее работа извольнила, а то другая работа у нее постельная. Вот у меня способ, я тоже вебкам-модель, и Андрей вебкам-модель, только мы сидим и не показываем там что-то иншее, а показываем наши думки. И вы приходите, и дивитесь на наши думки. И всем нам очень прикольно в цьому процессе. А есть люди, которые понимают, что думками там не склалося, но показать что-то может. И она показывает что-то иншее. И она у этой своей деятельности, в принципе, делает счастливою себе, потому что заработает деньги, и делает счастливою своего партнера, или партнеров, или, я не знаю, клієнтуру, которая очень широкая. Я против того, чтобы шеймить секс-працівниц, если они приносят собі задоволение и комусь другому задоволение. Хотя, насправді, питание секс-индустрии и того, как ее нужно регулировать, это очень сложное вопрос. Но в данном случае, я вважаю, что шейминг, самая секс-працівниц, это последнее в этой проблеме. Треба обратиться уже до клієнтури, разбираться с клієнтурой, обеспечивать девушек, женщин, которые таким чином находятся в себе работе. Поэтому я за это ее шеймить не буду. Тем более, это единственное место, где она может каким-то образом кому-то принести задоволение. Потому что, когда она стоит посеред улицы и рассказывает, что она думает про украинцев, которых называют бидлом, то задоволение она не приносит ни себе, как мы бачим на выходе, ни тем, кто ее оточет. То нехай она сидит у куточку перед камерой и делает все, что она там делает. Не занурювала в ее сексуальную карьеру, но вважаю, что она в десятки разов наиболее успешна, чем та ее публичная карьера, социальная, которую ей довелося трапить на улице занятися. Это не ее. Цим не займайся. Сиди собі и прекрасно приносить задоволение комусь индивидуально. А не всем нам масово разбрызку, что мы тут навколо все вбидло, потому что ходим в вешбанках. Потому что ты так чудово знаешь украинскую культуру и украинскую историю, что, очевидно, вчила ее за відеороликами Александра Дубинского, который рассказывает, что слава Украине героям славы это нацистский лозун. И вы тут ездят ваши деньги, то сарасята ездят наши деньги, а теперь Саша мовчить у тряпочку и особо без дозволу не дозволяю собі висловлювань, потому что таки люди незважаючи на те бабло, яке их оточу очень залежно от бабловских потоков. Тоже, Саши, привет! Гори в пекле!